12 вопросов православным Child Free супругам Один, представьтесь, говорите свой возраст и откуда вы, чем занимаетесь Мы супруги Николай и Елена Морозовы, знакомы 10 лет, из них 9 лет в браке, увлекаемся блогерством, делаем контент на разные темы По религии православные христиане, Николаю 47, Елене 35, Николай компьютерщик, Елена инвалид детства Контент делаем разный, в том числе про то, как создать семью и что потом с ней делать В рамках этой темы касаемся темы абортов и Child Free Но мы наиболее известны публике по мему, а мне пофиг А мне пофиг 2. Вы являетесь Child Free Рассказывайте, как эти взгляды в вас укоренились и как давно Чтобы у зрителей не было домыслов, надо сказать им, что вы здоровы и в принципе можете иметь детей Темой Child Free мы заинтересовались, когда узнали о проблемах с рождением детей То есть сразу, как решили жениться То есть мы начали исследовать тему на предмет, как завести детей Исследовали тему лечения бесплодия Тему опекунства, усыновления И в результате пришли к выводу, что лучше вообще без детей По этой причине к нам придираются другие Child Free И называя нас ненастоящими, что якобы настоящий Child Free должен быть здоровым и богатым И это неправильно, потому что здоровье и богатство, оно относительное Например, у меня с детства энцефалопатия Это считается противопоказанием к беременности и родам Так как велик риск осложнений для матери и ребенка Но раньше на это никто и не смотрел А раньше эти нехорошие последствия от энцефалопатии Незаметны при высокой детской и материнской смертности То есть в веке в девятнадцатом риск сдохнуть от кровотечения или заражения Несравненно выше, чем ухудшение здоровья Из-за энцефалопатии, которую без МРТ и диагностировать бы не могли Поэтому, живя с первым мужем, я сделала стерилизацию методом перевязки фалопиевых труб Так что, любимая чат фришниками контрацепция у меня тоже есть И она защищает от опасной для здоровья беременности Напоминаю, что беременность и роды, это само по себе опасно Это основная причина смерти у женщин в древности Самое забавное, что когда я вышла замуж и приехала в Москву То гинеколог сказал, что в условиях московской, а не магаданской медицины Не так уж и велики риски для здоровья Все лечится И можно сделать хоть ЭКО, хоть пластику труб Но так как мне была сделана стерилизация по медицинским показаниям в Магадане Да еще и бесплатно В государственной клинике то мне бесплатно лечить бесплодие никто не будет Но репродуктолог тут же предложил решение съездить на Украину И там в три раза дешевле, чем в Москве Деньги на это у нас были, я тогда еще хорошо зарабатывал Так что говоря про здоровье и про материальный достаток Принципиально важно не диагнозы и суммы зарплат, а именно возможность в целом То есть бесплодие плюс возможность его вылечить Это то же самое, что репродуктивное здоровье Бесплодие плюс возможность усыновить Это то же самое, что родить Потому что результат один и тот же Ребенок в семье А чайд фри как следует из названия Свободное детей На тему усыновления мы тоже исследовали Как правило в детских домах доступны детишки школьного возраста С тяжелыми заболеваниями По которым они не смогут учиться в общеобразовательной школе Им нужны дорогие лекарства Очень много психических нервных заболеваний Нам такого счастья не надо Есть еще православный вариант Наш знакомый батюшка служит в храме При женской терме Туда периодически попадают беременные Как правило наркоманки Которые рожают детишек и отдают нам усыновление Вам надо? Нам не надо А кто-то берет Но не такие как мы Как-то видели мы в походе семейку Там мама и папа по телосложению Такие двухметровые шкафы с антресолями По интеллекту такие же шкафы И у них несколько домов в разных деревнях Несколько квартир в Москве Несколько машин Куча родни Куча духовников в разных монастырях Где детей пожить берут бесплатно Вместо платного детского лагеря Они детишек штук пять К своим троим родным взяли И тут вышло такое пособие Что больше чем Хорошая зарплата работяги Или офисного планктона А кормят детей шкани Гречкой, овсянкой Лечат святой водой и подорожником Учат бесплатно в сельской школе Смартфоны и компании покупают У одного ребенка в подростковом возрасте Начались наркотики, наркомания Так его взяли и сдали в детский дом Там наркоманию бесплатно лечат Глазом не моргнули, никаких амбиций Нормально устроились ребята Респект и уважуха Кто-то поросят выращивает Кто-то детей Живут хорошо, счастливо Мы так не можем Мы другие Мы слишком интеллигентные А семей, где Один-два своих ребенка школьного возраста И семья на грани распада Все плохо Дети не слушаются Сплошные материальные проблемы У нас очень много знакомых Причем независимо от вероисповедания Независимо от многого всего другого Спасибо, мы так для себя не хотим Три В браке вы или с кем-то встречаетесь У меня это первый брак До этого была только полтора года сожительница Живем то в квартире моей мамы То на даче моей мамы Иногда с мамой Иногда отдельно Она в Москве, мы на даче Или она на даче, мы в Москве Или мы все вместе на даче Или в Москве Отношения хорошие У меня в Магадане был брак с первым мужем Собственно, он и уговорил меня сделать стерилизацию Я тогда и не думала, что с ним разведусь И выйду замуж за нормального мужика И уеду в регион с нормальной медициной 4. Считаете ли вы, что есть взаимосвязь вашего детства и нынешних взглядов Чайлдфри? Я не считаю, что Чайлдфри связана с детством А безуспешная попытка обзавестись детьми Это результат пропаганды многодетности Которой очень много в русской православной церкви Как я уже сказал, мы православные христиане И пропаганде были подвержены очень сильно Считаю, что детство ни при чем Тогда была одна семья, а сейчас другая Все 5. Пару слов о детстве Полноценная семья или нет? Любили или нет? Я единственный ребенок в семье разведенной женщины Так называемая РСП В школе типичный ботаник Маменькин сыночек с кромки платочек Сопливая тряпка Со всеми вытекающими из этого комплексами А жена у меня прямая противоположность И нормально живем По всем параметрам психологов и священников Друг другу не подходим Нам пофиг Детство осталось там, а мы-то здесь А я третий младший ребенок в семье Нежеланный А у матери в это время Было ожирение матки То есть медицинские показания к аборту Но она аборт не сделала Или про лайферы отговорили Или чиновники пообещали матпомощь За третьего ребенка Естественно ее не дали Поэтому я классический зато не аборт Поясняю, зато не аборт Это так неофициально называют Педагогически и медицински Запущенного ребенка Из неблагополучной семьи Зато не аборт Одним словом И я с чистой совестью Ввожу в ярость Тех, кто выступает за запрет абортов Предложением Помочь мне материально Ведь моя мама аборт не сделала Я больная, нетрудоспособная Нуждаюсь в деньгах и не только Вы за запрет абортов? Ну так будьте ответственными И дайте мне каких-нибудь материальных плат В конце концов А желательно не только Лене Но и всем таким детям Их, кстати, очень много К сожалению 6. Ваши отношения к многодетным Лично я считаю Что сколько заводить детей Это личное дело каждой семьи Главное, чтобы эти дети Не мешали окружающим Но, к сожалению, в нашем обществе Шуметь музыкой или перфоратором Считается аморально А шуметь детьми можно Почему-то Многодетные делятся на два типа Те, кто справляется со своими детьми И те, кто не справляется со своими детьми Те, кто справляется К ним только любовь и уважение А от тех, кто не справляется Просто надо держаться подальше Потому что поведение неадекватного ребенка Непредсказуемо А поведение нескольких неадекватных детей Еще более непредсказуемо А это опасно для окружающих 7. Любите ли вы в целом людей? Благодаря блогерству мы любим людей И уважительно относимся ко всем В том числе к тем, кто не согласен с нами в чем-то Но любовь не означает, что мы кому-то что-то должны или обязаны 8. Расскажите, если получится с юмором О стереотипах, с которыми вы сталкивались И о вашем отношении к ним Возможно с конкретным примером Основной стереотип Child Free это противоречит христианству Надо рожать больше детей Надо спасать русский народ И жена спасается чадородием Это неофициально называется детобесие Или много детобесие А меня церковные женщины начинают учить вымаливать деток Советуют разные монастыри Где продвинутые старцы молятся о даровании детей А я на их демагогию отвечаю тоже по религиозному Зачем вымаливать? Вдруг Бог не дал детей, потому что Он знает, что из меня получится отстойная мать И у них сразу наступает ступор Или когнитивный диссонанс Или буйный припадок И кто больше псих? Я с инвалидностью по психике? Или они здоровые и духовные? А мне пофиг 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 Ха-ха-ха-ха-ха 9. Могут ли в дальнейшем ваши взгляды поменяться? Взгляды всегда могут поменяться, если поменяются обстоятельства А, будущее непредсказуемо 10. Считаете ли вы себя счастливыми? Да Все для счастья у нас есть Есть где жить Есть что есть Есть во что одеваться И любимая женщина тоже есть Живем интересно Интересное хобби Блогерство На детей просто сейчас у нас и времени бы не было Я счастлива Личная жизнь обустроена Есть где жить Есть что есть И во что одеваться И даже в церковь могу ходить О! Класс! 11. Расскажите что-нибудь от себя Мы считаем, что чают фри хорошо, когда человек вместо производства себе подобных особей занимается чем-то полезным и интересным как минимум для себя Как максимум для себя и для кого-то еще Если просто человек мается от скуки, то пусть лучше детишку воспитывает Например, мы блогеры, вместо детей мы рожаем наш контент и любим наших зрителей 12. Дайте советы одной и другой стороне Мы советуем всем уважать мнение других Уважать не значит соглашаться Просто признавать, что люди очень разные Мировоззрение у них тоже очень разное А в ответ на манипуляции и пропаганду Говорить волшебную фразу А мне пофиг А мне пофиг И мне пофиг А мне пофиг А мне тоже пофиг Всем желаем мягкого пуфика везде, где вам захочется присесть и отдохнуть Такого мягкого, чтобы на него сесть и от души сказать А мне пофиг А мне пофиг